ребят всем привет всем добрый день очередное видео на а маркес на канала маркес и сегодня мы рассмотрим вот эти инструменты из доллара индекс s&p 500 индекс russell 2000 также вот ряд акций которые в перспективе могут дать хороший профит и рассмотрим также ряд акций по которым я давал рекомендации давайте начнем с индекса доллара у нас сейчас цена пришла к верхней границе нисходящего треугольника обратите внимание какая была реакция также у нас здесь уровень 0 2036 по фибоначчи мы видим до четкую реакцию вот данные так сказать зоны давайте приманивку и посмотрим да то есть мы видим реакцию и чего я жду я уже много раз говорил мне нужен пробой верхней границы закрепи отсюда я буду принимать решение дальше снт 500 снт 500 ребят у меня пока что приоритет шорт приоритет того чтобы цена будет падать хотя у нас общий тренд до общей тенденция это long это рост извините но в данный момент я уже объяснил у меня есть два фактора выше западня плюс поглощение и я пока рассматриваю шорт я не заходил в шорт почему потому что я ждал четкий ритес и отсюда я бы рассматривал шорт я сейчас шорчу некоторые акции мы их позже с вами рассмотрим так что в данный момент это более рискованно но я рассматриваю шорт почему более рискованно потому что мы идем против тренда почему рассматриваю шорт еще раз повторюсь вот я все расписал так дальше 1 в 2000 смотрите по 1 в 2000 я если не ошибаюсь я не давал по нему еще рекомендацию в общем канале рекомендации все самые первые они их я их я публикую в нашем телеграм-канале ссылка будет в описании присоединяйтесь сход бесплатный смотрите у нас здесь идет симметричный треугольник четкое сжатие 1 2 3 4 да и возможно вот это будет 5 касание то есть в данный момент я бы не хотел чтобы был бы нас я бы хотел чтобы у нас был еще 5 максимум и еще даже 6 я подожду я никуда не спешу потому что чем больше касаний дать тем соответственно мы видим более валидный симметричный треугольник по поводу фигур тем кто в них не верят очень много есть гадостей про них пишут сначала нужно изучить и знать на каких таймфреймах данные данный анализ использовать это очень важно и какие фигуры есть валидные в интернете все что я изучал когда я копал так сказать по фигурам там наверно процентов 80 а то и 85 не верный неверный анализ там они ребята чертят фигуры где их нет я имею ввиду те сайты где объясняют как чертить фигуры и что они обозначают так дальше акция джебл ю повторюсь еще раз кто не знает я практически не смотрю fundamental я сугубо смотрю технику то есть у нас здесь мы видим да грубо говоря консолидация у нас было падение с 5 апреля по посмотрим по 3 октября 5 5 апреля 21 по 3 октября 22 года так сказать это полгода почти или месяц и сюда здесь больше года падения и сейчас у нас есть некая консолидация то есть мы видим до что цена двигается уже больше года в боковике то есть здесь соответственно что-то набирают или позицию вверх до чтобы или ланге или шорты данный момент у меня пока приоритет шок почему я думаю здесь все понятно потому что потому что цена находится возле нижней границы горизонтального канала соответственно будет пробой закреп я открою шорт если же цена уйдет вверх и пробьет верхнюю границу и закрепится мы сможем предположить что это было накопление и у нас будет рост так что пока что в данный момент приоритет шорт нужен пробой закреп и тогда мы сможем предположить что покупатель будет давить цену и покупать извините продавец и продавец сильнее чем покупатель дальше hd hd здесь у нас довольно таки относительно редкий паттер адам и его но он очень хорошо отрабатывает это разновидность двойного дна то есть мы видим пробой мы видим пробой вот этой шеи фигуры и если данная неделя здесь закрепиться если данная данная освещает здесь закрепиться я открою лонг также буду смотреть еще на характер свечей не будет важен характер данной свечи если даже будет закреп но цена где-то упадет и хвост будет очень большой я не буду открывать лонг это уже потом так в принципе это тоже неплохая наводка вот у нас еще 05 по фибоначчи если же вы более консервативный трейдер подождать еще и пробой 05 по фибоначчи тогда конечно же получится больше стоп меньше take profit но это будет более безопаснее то есть это уже зависит от вашей строки от вашей стратегии обязательно учитывайте риск менеджмент и ставьте стопы обязательно так по данной акции я давал сигнал в общем канале я давал сигнал для так сказать более нетерпеливых потому что возможно будет ритес все сигналы и все идеи даю в телеграм-канале ссылка в описании уже об этом говорил то есть если же вы еще не зашли у вас есть более выгодные условия но еще раз если вы терпеливы возможно вы дождетесь ритес и отсюда будет еще более выгоднее вход будет меньше стоп и будет больше take take у нас пока что такое он корректируется всегда по ходу роста сессия вижу какие-то вещи которые мне не нравится ему зафиксировать и 50 процентов объема и дальше смотрите все по ситуации также восходящий треугольник у нас очень структуры посмотрите как четко поджимается цена то есть самое главное не фигура да то есть ее структурность и понимать что здесь происходит есть фигуры которые не совсем можно объяснить но треугольники восходящие нисходящие отлично работают почему потому что здесь четко понятно что покупатель так сказать пессингует продавца и каждый максимум он все выше и выше также мы здесь видим сильный импульс то есть здесь также есть вероятность что покупатель вынес цену и он будет продать цена будет продолжать расти то есть кому-то это интересно вот вы видите сильный импульс видите да на большом объеме то что сейчас цена падает это возможно будет ретать опять же ставим обязательно стопы считаем таро так дальше ребят я давал рекомендации по модерне и соответственно я тоже заходил в шор то есть сейчас у нас цена довольно таки неплохо идет да я думаю что падение продолжится в данный момент мы в плюсе даже уже больше я заходил на неплохой объем те кто заходили на неконтролируемый дан большой объем стоп можете поставить без убыток и просто дальше наблюдать что будет происходить дальше по а а тоже давал сигнал short я тоже открыл две сделки и соответственно у нас сейчас пока прибыль почему я это сделал здесь у нас наделенной фрейме голова и плечи довольно таки сильный паттерн если перейти на дневку у нас здесь смотрите сейчас отмечу на здесь симметричный треугольник почему на дневке это симметричный треугольник на недельке это больше да то есть здесь таймфрейм больше каждая освещать неделя и здесь у нас идет как в принципе сути не меняет единственное что кто-то ждал пробой и закрепление цены на дневной таймфрейме я давал сигнал и мы рискнули зайти сразу же внутри данной фигуры почему потому что у нас довольно таки сильный нисходящий тренд у нас голова и плечи начал отрабатывать и выгнал это также медвежий тренд и мы рискнули и в принципе грубо говоря да правильно сделали так что по данной ситуации я в шарте может быть ретест дальше это вполне возможно так смотрите и по твиттеру он сейчас не торгуется я не знаю по какой причине там был ребрендинг и мне в принципе это не совсем интересно что там происходило я вижу очень хорошую ситуацию и даже вы видите да я раскинул стоп я раскинул тейк давайте мы его рассмотрим более шире смотрите ребят смотрите в интернете проверяйте когда он будет торговаться где что я чисто без понятия то есть здесь у нас идет очень сильная глобальная нисходящая трендовая раскасания 23 после чего был ее пробой и цена закрепилась также обратите внимание на объем еще очень важно довольно сильная фигура это двойное дно обратите внимание какое на структурное и сейчас пробой вот этой зоны это шея двойного дна и уровень 0382 от афибоначи цена закрепилась то есть если откроются торги когда они откроются можно подождать ретест и отсюда открыть лонг это будет более выгодно что 100 будет меньше соответственно и будет больше но этого ретеста может и не быть то есть узнать об этом невозможно тут вам можно уже даже зайти на какой-то наполовину вашего объема да и здесь и друг будет ретест вы еще зайдете на половину объема вашего стандартного риска так что как то так я делаю максимально короткие и понятные без воды ролики я стараюсь сделать так и чтобы они были полезны по поводу того чтобы разбирать инструменты по 10 раз какие-то что-то может быть что-то нет я так не делаю я ищу инструменты где я четко вижу ситуации я могу в день там по 50 то есть до 100 инструментов перебрать и если я вижу ситуацию я захожу мне все равно то евро доллар не евро доллар то есть я на этом не зацикливаюсь все перебрал в принципе все инструменты которые я хотел вам показать я буду благодарен за лайки за положительные комментарии и мои ресурсы в описании видео всем спасибо ребят всем пока